Доброе утро. Мой доклад посвящен проекту электрон-позитронного коллайдера для рождения и исследований, связанных с состоянием ми-плюс-ми-минус, который был разработан в Институте ядерной физики в Новосибирске. Значит, связанное с состоянием ми-плюс-ми-минус называется многочисленными именами, как генионы, бенионы, истинные ионы. И это связано с историческими причинами, потому что среди шести электронных атомов, приведенных здесь, первый обнаруженный ми-плюс-ми-минус был назван позитронием, а второй ми-плюс-ми-минус был назван мионом. И для отличия ми-плюс-ми-минус придумали вот такие вот названия с дополнительными приставками. Демиония – это чистая квантоэлектродинамическая система, поддается расчету. Из-за большой массы миона она очень компактна и, соответственно, более чувствительна к новой физике, чем другие экзотические атомы. Интерес к генионию связан с тем, что это наблюдение нового объекта классической КЭТ, проверка КЭТ в новой области. И, как будет показано дальше, существуют некоторые экспериментальные трудности, которые позволили развить новые методики. Также мы все знаем, что совсем недавно, 8 апреля, по-моему, были объявлены результаты эксперимента Ферми-Лаб, которые показали различия измерений анонимального магнитного момента миона и расчетов в рамках стандартной модели на уровне трех стандартных отклонений. Несколько лет назад были публикации об отличии зарядового радиуса протона в мионном водородове тоже. Значит, первая публикация, посвященная генионию, была сделана Байерна Синехам в 61-м году на русском языке, в 62-м на английском. Затем, уже в 2000-х годах, Бродский, Лебедь, Лам, опубликовали серию работ, где они изучили более подробно свойства миониума и рассмотрели разные методы получения гениония. Этот слайд посвящен свойствам. Как мы знаем, что масса гениония – это есть две массы миона, минус энергия связи основного уровня, Боровский радиус 500 фенкометров и время жизни миона при этом 2,2 микросекунды. На встречных пучках рождаются состояния гениония, обладающие теми же квантами числами, что и фотон, спином единичка, вот это вот 1,3С1 – основное состояние, которое имеет время жизни около 1,8 микросекунд, что является довольно уникальной ситуацией, когда сам атом живет меньше, чем его составляющая. Значит, порновское сечение рождения гениона – это проведение 300 милибарков, добавка радиационных поправок уменьшает его до 100 милибарков. И если мы попробуем написать оценку, то она зависит от лептонной ширины гениония, деленную на разбросы вариантами массы. Для различных схем экспериментов сечение рождения составляет от 0,15 до 7 милибарков. Так как генионий рождается в Е+, Е- столкновениях, он же и распадается на Е+, Е- столкновениях. Поэтому основным фоном является упругое рассеяние электронов на позитронах. Для интересуемых нас углов встречи от 45 до 135 градусов сечение упругого рассеяния составляет 22 тысяч нанобарков, что делает отношение сигналу к фону в районе 5 и больше тысяч. Выглядит совершенно непривлекательно и практически невозможно отделить сигнал от фона. Единственная надежда состоит в том, что если мы сможем разделить точку распада гениона от точки рассеяния, тогда мы сможем как-то это отношение улучшить. Первая наша попытка проектирования ускорителя для такого эксперимента состояла в организации встречи пучков лоб в лоб. Вы видите смену двух колец ускорителя, которые достаточно компактны. В этом ускорителе мы предлагали организовать монохроматизацию по типу Леринвери, когда электронный позитрон имеет дисперсию противоположного знака. В результате разрешения по инвариантной массе достигало десятилетия. Светимость была здесь 0,3 см минус 2 секунды минус 1, что давало около 50 атомов в час. Этот проект оказался неудачным как раз из-за того, что мы не смогли справиться с фоном. И примерно же в это время мы обнаружили компликацию Бродского любви, которую предложили столкновение с большим углом встречи. И прежде чем перейти к проекту ускорителя с большим углом встречи, необходимо рассмотреть кинематику такой встречи. Угол я отсчитываю от горизонтальной оси, так что θ равное 0 соответствует лобовой встрече. Инвариантная масса вычисляется по известной формуле, зависит как от средней энергии пучка, от косинуса угла встречи. И второе слагаемое связано с энергетическим разбросом в пучке, с горизонтальным угловым разбросом и с вертикальным угловым разбросом. Разрешение по инвариантной массе написано вот здесь. Эта формула интересна тем, что в случае лобовой встречи, когда θ равна 0, горизонтальный угловой разброс не оказывает никакого влияния на разрешение по инвариантной массе. А в случае большого угла, слагаемое связанное с энергетическим разбросом может оказаться существенно меньше, чем горизонтальный угловой разброс. Светимость для встречи под углом дается вот этой формулой. И в нашем случае вот этот параметр ФИ, называемый углом Килинского, связанный с длиной пучка, горизонтальным размером и углом встречи, существенно много больше единицы, и поэтому светимость, максимальная светимость вычисляется вот таким образом. Обратим внимание, что угол встречи входит в знаменатели, и, соответственно, при большом углу встречи максимальная светимость падает. Зная сечение рождения и максимальную светимость, мы можем получить максимальную скорость рождения атомов демиума. В этой формуле мы можем контролировать L0, максимальную светимость инвариантно, и разброс инвариантных масс, которые зависят от параметров пучка и, соответственно, являются резектом оптимизации. Рассмотрим фоновую ситуацию. Значит, на рисунке синими прямоугольниками показаны сталкивающиеся электрон-позитронные пучки. Точка O – это там, где пересекаются их центральные оси, и это является местом встречи, и там, где рождаются атомы демиума. Из-за угла встречи атомы имеют ненулевой импульс, продолжают лететь в направлении оранжевой стречки и распадаются где-то в точке A. Точка A имеет расстояние до оси, например, позитронного пучка вдоль перпендикуляра AB. Соответственно, мы можем сосчитать плотность частиц пучка в этой точке и убедиться, что она будет существенно меньше, чем в точке встречи. В результате мы получаем вот такое выражение для отношения сигнал-фон. В числителе у нас стоят несколько величин. Тау 0 – это время жизни атома демиума в покое. Величина фиксирована. Сигма х – это горизонтальный размер пучка. Если мы хотим увеличить это отношение, то есть увеличить числитель, нам нужно уменьшать сигма х. Нам также желательно увеличивать угол встречи. При увеличении угла встречи у нас увеличивается вклад слагаемого в знаменателе. А при уменьшении горизонтального размера этот вклад уменьшается. Таким образом, существует некий компромисс между углом встречи горизонтальным размером пучка и бета-функцией, который в конце концов сводится к компромиссу между унитенцом и углом встречи. Еще одной особенностью встречи под большим углом является эффекты встречи, так называемые, когда поля встречного пучка оказывают влияние на частицы первого пучка. В случае лобовой встречи, если мы возьмем некий электрон, пролетающий мимо позитронного сгустка, то электрические магнитные силы за счет разных знаков скоростей, разного знака зарядов складываются, а за счет ультралитивизма получившаяся сила в основном поперечная. Ситуация уже с большим углом встречи. Вот эта поперечная сила, обозначенная черной стрелкой, имеет проекцию на продольную ось движения электронной. И возникает продольная сила. Таким образом, встречный пучок действует не только в поперечном направлении, но и в продольном, что делает его неким конкурентом в чьи резонатора в ускорителе. И в зависимости от коэффициента уплотнения орбиты, встречный пучок может выступать в роли ускоряющего резонатора или даже тормозящего. Например, при альфа большем нуля, коэффициенте уплотнения орбиты больше нуля, стандартная ситуация в ускорителях, встречный пучок выступает как тормозящий резонатор, и в результате возникает ограничение на число частиц встречного пучка, для того, чтобы не исчезла продольная устойчивость частиц ускорителя. В ситуации с альфа меньше нуля, она выглядит более привлекательной, но в этой ситуации возникают другие неустойки, и не получается большая светимость. В результате вот всего вот этого анализа у нас возникает некие требования соображения ускорителя, который должен обладать большим и положительным коэффициентом уплотнения орбиты, что в свою очередь связано с тем, что периметр ускорителя должен быть достаточно маленький. Мы должны иметь большой угол встречи и маленькую вертикальную бета-функцию. Это позволит получить большую светимость, и аналогичное же требование предъявляется к ускорителю в организации встречи по схеме крабовой перетяжки, например, в горителе и в новых проектах. Угол встречи мы выбираем 75 градусов, и это связано с удобством производства позитронов. Энергия пучка тогда есть 408, но и атомы деменения смогут отлетать на расстояние порядка 2 мм. Так как мы хотим отношение сигнала к фону увеличить, то горизонтальный размер пучка должен быть меньше половины. Раньше составляет значительную часть в разрешении полневариантной массы. Следовательно, пучки в ускорителе должны обладать маленьким унитонсом для того, чтобы уменьшить угловой разнос. Задумываясь о будущем этой остановки, мы заметили, что если поменять направление одного из пучков в ускорителе, то угол встречи 75 градусов превращается в 15, в результате увеличивается область энергии системы центромассы, покрываемой ускорителем, и она захватывает это и эта штрихмезона, что является следующим планом эксперимента под этой установкой. Здесь вы видите схему ускорителя, который уже рассчитан и приготовлен. Линии обозначают равновесные или центральные орбиты электронных и позитронных пучков. Периметр каждого кольца 29 метров, два места встречи, обозначен угол 75 градусов. Видите, что коллайдер достаточно компактный и захватывает помещение 17 на 6 или на 7 метров. Это то, как коллайдер с реалистичными размерами магнитов выглядит в уже готовом помещении ускорителя логерной физики. Также обозначены каналы транспортировки пучков. Показано одно из мест встречи и направление, куда будут лететь атомоденомиями. Вот здесь подставлен магнитный спектром для системы регистрации. Это некий трехмерный вид для того, чтобы показать, что установка довольно компактная и каналы транспортировки проходят над кольцами, над плоскостью колец ускорителя. Здесь проведена оптическая структура ускорителя. В этой функции обозначена черным и красным цветом, зеленая – это дисперсия. Два места встречи в точке 0 и в точке примерно 8,5 метров показано место инжекции и четыре кикера, необходимых для инжекции. Значит, здесь показаны траектории. Синие показывают размеры пучка накопленного. После первого кикера траектория пучка возмущается таким образом, что накопленный пучок подходит поближе к ножу септума, впускного магнита. Красные линии показывают огибающую сгустку, которую инжектирует его в коритель. И после последнего кикера пучки, накопленный пучок возвращается на свою равновесную орбиту, а инжектированный пучок совершает остаточные колебания с амплитудой около 10 горизонтальных размеров. 10 горизонтальных размеров является достаточным для того, чтобы пучок сохранил свою устойчивость, как показано на этой картинке. Динамическая апертура по горизонтали отложено относительное отклонение энергии частиц пучка, а по вертикали динамическая апертура в единицах размеров пучка. 10 остаточных колебаний. Пучок на границе устойчивости, но все еще устойчив. Снизу показано поведение амбитатронных частот в зависимости от отклонения энергии. А здесь на верхнем графике показана просто чистая поперечная апертура. Как вы видите, она существенно больше 10 горизонтальных размеров по горизонтали. И все около 200. Я рассказывал про инжекцию, про то, что остаточное колебание в районе 10 сигма, что означает при условии, что динамическая апертура больше 10 сигма, означает, что инжекция эффективна и потерь пучка не происходит. Далее показана вакуумная камера в месте встречи. Если электроны распространяются вдоль синей стрелки, а позитроны вдоль красной, в месте пересечения металлеста встречи рождаются атомы генеомия, распространяющиеся вдоль оранжевой стрелки. Вакуумная камера – это вот такая вот плоская коробка, и атомы генеомия распадаются на электрон-позитронные пары, поэтому вот эта вот передняя, как правильно сказать, часть вакуумной камеры должна быть сделана из бериллия с толщиной около половины миллиметра, а вокруг нее будет находиться трекинговая система. А дальше по направлению движения будет находиться магнитный спектрометр. Вот это более крупный вид на организацию места встречи. Вы видите вот эту вот плоскую вакуумную камеру с бериллиевым окном, направление движения атомов генеомия. Первые квадрупольные линзы ускорителя, они сделаны на постоянных магнитах с градиентом около 35 тесла на метр, а вторые линзы уже обычные электромагниты. Здесь вы увидите, как будут расположены вершины детектора и координатный детектор вместе с калориметром. Вот эта таблица дает некий набор параметров нашего коллайдера. Энергия пучка 408 мм, период 29 метров. Число частиц сгустки 3,5 на 10,10 и планируется иметь 30 сгустков. Из-за достаточно маленькой энергии и большого числа частиц в пучке, равновесный имитанс радиационный в 30 нм увеличивается из-за эффектов внутрисгусткового расстояния до 65 нм. Аналогично увеличивается энергетический сроспрос 3,7 до 8,7 на 10,4. В результате наша светимость при 30 сгустков, что является рабочим режимом, является 8 на 10,31. Дополнительные параметры ускорителя, которые говорят о том, какой куча резонатор, какую частоту. Для нас же важно то, что разрешение инвариантной массы составляет 383 кВт, в относительных единицах это около 10-3. При этом 6,4 на 10-4 это просто угловой разброс, горизонтальный аэнергетический 8,7 на 10,4. И приведены размеры пучка вместо встречи. Значит, этот слайд показывает количество произведенных атомов в зависимости от расстояния от лета от места встречи. По горизонтали показано расстояние вдоль оранжевой стрелки, которую я показывал ранее, по вертикали количество атомов. Значит, в желтом выделена область, в которой мы не можем отделить сигнал от фона. И регистрация начинается после 2 мм. Черная линия – это сумма по всем состояниям рождающихся атомов, а красная линия – заученном первого основного состояния. То есть в основном будут рождаться демионе с квантовым числом единочка. И таким образом, начиная с 2 мм, мы имеем около 5 атомов в час в первом состоянии, около полутора во втором и половину в третьем, что за 4 месяца дает нам 13 тысяч состояний 1С, 4 тысячи состояний 2С, и тысяча состояний 3С. Значит, эффективность регистрации предполагается быть на уровне 15% для двух месяц встречи. Атомы за счет времени жизни смогут отлетать на расстоянии около 2 мм. Размер пучка вдоль направления распространения атома – 280 мкм. Разрешение детектора по определению вершины – 150 мкм. И полное разрешение вершины – 300 мкм, что обеспечивает подавление фона на уровне 6 стандартных отклонений. Итак, в этом эксперименте мы можем определить скорость рождения димеония для состояния 1С с точностью около 2% за 10 секунд, что примерно в треть 4 месяца. 2С с точностью 15%, 3С с точностью 30%. Можно измерить расстояние отлета димеония с той же точностью. Существует предложение по установке 30-микронной алюминиевой фольги внутрь вакуумной камеры, что позволит измерить вероятность распада атомов и измерить вероятности 1С2П-переходов и время жизни состояния 2П. Еще одно предложение состоится в организации лазерной спектрности для того, чтобы изучить разность энергетических уровней состояния 2С2П. Но для этого потребуется лазер с длинной длинной стоникой. Второе направление этого искорителя – это изучение рождения ми плюс-ми минус на пороге не связанного состояния ни атомов, а именно отдельных мин. Картинка показывает Борновское сечение, показанное зеленым, и радиационные поправки синим, и добавленный энергетический разруш получается красный. Возможно измерение сечения рождения мионов на пороге? Фон? Нет. Нужен магнитный спектром, который заклонирован для установки. Возможно измерение клоновского фактора? Возможно калибровка энергиосистемы, центра массы энергетического разброса. И подобные же техники могут использоваться для рождения пи плюс-пи минус. Значит, если в этом коллайдере изменить направление движения одного из пучков на противоположное, то получается встреча с углом в 15 градусов, покрывающая область от 550 до 960 мФ в энергии системы центра масс. Это есть область на резонансах РОО и Омега, которые используются для расчета аномального магнитного момента стандартной модели. Также рождаются пи плюс-пи минус, возможное измерение сечения с практически неограниченной статистикой, прецизионное измерение различных огромных сечений, редкие процессы, как и плюс, и минус, в это и это штрих, двухфотонные процессы и измерение амезонфотонных переходных форм-факторов. В этой таблице приведены параметры ускорителя для угла встречи в 15 градусов. В рабочем режиме с 30 сгустками на этой амезоне светимость получается 9,9 на 10,32, на этой амезоне светимость получается 1,5 на 10,3. Разрешение инвариантной массы 420 и 580 кг соответственно. И я прихожу к моему заключению, что мы разработали коллайдер для наблюдения и изучения связанного состояния ни плюс, ни минус, состоящий из двух колец в большом углу встречи, периметр 29 метров, что довольно недорого, светимость 8 на 10,31, который позволяет изменить направление одного из пучков и проводить следующие эксперименты в области энергии от 500 до 1000 на системе центра массы. В институте уже готово помещение, уже готовы чертежи, уже началось производство некоторых магнитов. Сам ускоритель достаточно хороший, обеспечивает хорошее время жизни, МНЖЦ. Значит, тут проведены публикации и мы всегда готовы для сотрудничества и предложений по экспериментам. У меня все. Спасибо очень большое, крайне интересно и вообще очень, как я уже сказал, очень интересно, что происходит в Новосибирске, много интересных установок, экспериментов. Какие есть вопросы? Вопросов пока нет, но у меня есть вопрос, который меня, как сказать, немножко, может быть, не прямо по вашему докладу, но то, что вы упомянули. Вот сейчас вот эта вся буча, которая поднялась про измерение аномального магнитного момента и то, что там расхождение в какой-то цифре. Вот было бы очень интересно услышать человека, который близко к теме, а насколько это все бигдил, насколько действительно это важная новость, или это просто шумиха в средствах массовой информации? Значит, я-то обучен, я по специальности физик-ускорительщик и вообще-то я относился к вам как к специалистам большим, чем я в этой области. Но на вопрос я скажу следующее, что отличие эксперимента на уровне три стандартных отклонений от теории. И если вы помните, то в теории для расчета аномального магнитного момента используются петлевые фейменовские диаграммы в виде неких рядов, которые нужно просуммировать по всем известным частицам. И вот это отличие означает, что либо существуют частицы, о которых мы еще не знаем, либо существует взаимодействие, о которых мы не знаем, либо есть существенная ошибка в теории или в эксперименте. И вот такой достаточно простой эксперимент в низкой области энергии в ускорителе периметром меньше 30 метров по сравнению с LHC, по сравнению с будущим FCC в 100 километров выглядит как что-то такое очень... Если обнаружение фиксового бозона было ночным кошмаром, то различие аномального магнитного момента это на человека в ночном кошмаре вылили кружку холодной воды, и он проснулся с рывком и очень удивлен. Я не знаю, помогает такое объяснение, какой ответ. Ну, посмотрим. Сейчас во всех новостях это очень подается, хотя 3SIGMA обычно у нас серьезно не рассматривают, потому что симптоматические погрешности эксперимента как раз-таки. Но тогда нужно добавить, что лет 5 назад первый эксперимент был, что в Фермилабе они повторили только и повторили результаты того первого эксперимента. То есть это экспериментальная проверка, подтвердившая отличие.